Дай почитать. Она свободно владела немецким, французским, итальянскими языками с весны 1942-го и до окончания Великой Отечественной войны в звании младшего сержанта медицинской службы работала в госпиталях. В должность директора она вступила, когда ей было 39 лет, и стала инициатором и организатором крупнейших международных выставок. Помимо научных и искусствоведческих публикаций, Антонова с 2002 по 2020 годы вела на канале «Культура» авторскую передачу «Пятое измерение». Книга Ирины Антоновой «Диалоги об искусстве. Пятое измерение» как раз и создана по материалам этой передачи. Несомненным ее достоинством можно считать обращенность к самому широкому зрителю, а также попытку показать широту и многогранность истории искусства в основном на примере, прежде всего, экспонатов Пушкинского музея. Еще помочь взглянуть на известную ту или иную картину по-новому в «Пятом измерении» искусства. Легендарная и незаурядная личность Антонова отличалась неординарным подходом к изучению и восприятию искусства. Она считала, что главное в искусстве – это преемственность, диалог с прошлым, обращение к традиции и каждый раз создание какого-то нового взгляда на большую и важную для человека тему. Она была уверена, что произведения искусства ведут диалог не только между собой, но и со зрителем. Она избирает так называемые вечные темы, которые никогда не оставляют равнодушными и позволяют говорить не сухим академическим языком, а свободно перемещаться во времени и пространстве, выделять те шедевры, которые наиболее ярко иллюстрируют вечную тему. В книге четыре раздела «Герой, человек и природа», «Натюрморт и любовь», «Эрудиция», «Эмоциональность», «Сочетание искусства, литературы, истории и философии» покоряют. Книга со вкусом издана. Действительно, Антонова права. Настоящее искусство, настоящее художественное произведение не может лгать. Ноль плюс. Дай почитать.